Крутили над огнём. К счастью, первая электрическая сушилка была изобретена около 1915 года. Большинство деталей делаются из стали толщиной всего 3,25 мм. Завод получает их от поставщика в огромных рулонах. Они отправляются в машину, которая нарезает листы около метра длиной. Из этих листов промышленный пресс штампует разные детали сушилки. Это опоры двигателя. А это задняя панель барабана, крутящегося отделения, в которые помещают одежду. Чтобы сформировать стенки барабана, машина сгибает лист предварительно окрашенной стали в цилиндр. При работе сушилка всасывает воздух снаружи через передние отверстия. Сжатый воздух проходит через нагревательный элемент и направляется в барабан, входя через мелкие отверстия в задней панели. Когда автоматы заканчивают формовку барабана, они выдавливают желоб на его внешней поверхности. Он предназначен для моторизованного ролика, который будет двигать барабан. Следом барабан помещают в другую машину, которая прикручивает три направляющих. Это те перегородки из толстого пластика, что находятся внутри барабана. Они перебрасывают белье при вращении. Далее по конвейеру на барабан устанавливают передний обод. Задняя панель барабана собирается вручную. Затем ее устанавливает машина. Следующим идет вытяжной канал. Горячий влажный воздух выходит из барабана через серию отверстий и большую прорезь в дверце сушилки. Воздух отводится вниз через волоконную перегородку, а затем по трубке поступает в переднюю часть сушилки к вентилятору. Вентилятор выдувает воздух через выхлопную трубу в задней части аппарата. Нагревательный элемент сушилки работает так же, как нагреватель тостера. Разве что потребляет он до 6000 ватт. Завод получает нагревательные катушки из стали и керамики уже готовыми. Рабочие просто располагают их на листе гальванизированной стали. Они также устанавливают температурный датчик, который отключит энергию, если что пойдет не так, и сушилка перегреется. В цехе отделки сушилку покрывают порошковой краской, которая устойчива к теплу и ударам. Затем собирают нижнюю и заднюю части прибора. Устанавливают мотор, который приводит в движение и ремень, и вентилятор. Затем прилаживают выхлопную трубу. Автоматы подготавливают электропроводку. Они окрашивают и обрезают провода, устанавливают зажимы на каждом конце. Рабочие подсоединяют проводку, а затем устанавливают барабан. Бока закрывают и прикручивают дверь, после чего подключают панель управления. Она соединена с серией передач и переключателей, контролирующих циклы сушилки. Наклейки с моделью и серийным номером – последняя остановка на линии сборки.